Еще сделаем один эксперимент. Вот три баночки красавицы получились. И сейчас я вот эту икру пересыплю вот в эту тарелочку. Смотрите, какое золото. Да, немножко надо позаниматься. Понятно, что по щучьему велению ничего не произойдет. Но зато вы будете смаковать такой вкуснятиной. Смотрите, какое золото по цвету тыквы. И сейчас, али-оп, и я превращу вот эту икру в совсем другую. Давайте вот так сделаем. О-о-о-оп-а. Смотрите, черная икра. Просто черная икра получилась. А знаете почему? У меня почему-то мысль в холодильнике наткнулась на чернила каракатица. Думаю, а ну-ка, дай-ка я сделаю. Ну, у меня вот это один пакетик, вот такой, вот такие чернила. Вот я его сюда все выдавила. Может, чуть-чуть вылезет. О, перемешала и получилась черная икра. Сейчас все это в баночку и все. Давайте я, наверное, это видео сделаю отдельно коротенькое. Как сделать в домашних условиях черную икру. Посмотрите, ребят. Просто полторы пачки на такое количество чернил каракатицы. И это черная икра. И у меня что-то уже сомнение. Может, и в магазинах мы покупаем не такую икру. Вот такая черная икра. Щучья черная. То есть дома можно приготовить черную икру. Вот такие дела. Ну, теперь я сейчас независимого своего, как говорится, эксперта зову. И пусть он пробует.